Телефончик, рубляшок и... Ну это чтобы потом на уроках не сидеть, не вонять. И это обязательно. Почему я всегда так делаю? Всем привет! Вы нас уже давно просите, чтобы мы рассказали что-нибудь о нашей школе. Сегодня мы вам расскажем целых 30 фактов о нашей школе. Для тех, кто только недавно на нас подписался, мы повторяем, что живем в Швейцарии. И у нас совсем не такая школа, как у других стран. Ну что, готовы? Тогда мы начинаем. Привет, друзья! На моем канале «Валенсия Лаки» проходит крутецкий конкурс. Будет 5 победителей. Каждому победителю я буду дарить вот такой рюкзак Юпиксель, сладости из Испании и констовары для школы. И вот такой классный блокнот. Я желаю всем удачи! Всем пока-пока! Переходите по ссылке на канал нашей подружки Валентии. Участвуйте в конкурсе и выигрывайте. И первый факт. У наших классов нет букв, потому что у нас только по одному классу. Например, один первый класс, один второй класс, один третий класс. Каждого по одному. Поэтому нам буквы не нужны. Следующий факт. В классах от 15 до 20 человек. Ну и бывает иногда 21, 22. У нас, например, 21, а у нас 22. Наши парты стоят не рядами. Они стоят в разброс. Следующий факт. За партой не всегда сидят два человека. Есть такие, которые сидят по одному. И даже иногда сидят по 4 и по 6. Мы ходим в школу два раза в день. Утром в 8.15 заканчиваются уроки в 11.45. Потом мы идем домой, обедаем и опять идем в школу. До 3 часов у нас в школе нет столовой. И мы приносим еду с собой. И поэтому мы ходим в обед домой. Потому что у нас нет столовой. Нас никогда не проводят школьную линейку. Первый день в школе это у нас как обычный день. Мы не наряжаемся, не приносим цветы. Обычный школьный день. После физкультуры мы ходим в душ. Ну это чтобы потом на уроках не сидеть, надо не вонять. Да, у нас в школе есть душ. Зато нет столовой. Два раза в месяц мы ходим на плавание. Всем классом. Это круто. С этого года нам больше не будут задавать домашнего задания. Мы его делаем в школе. Зимой каникулы у нас длятся целый месяц. Целый месяц мы отдыхаем. Наша школа является начальной. И в ней мы будем учиться до 7 класса. После этого мы переходим в другую школу. И мы будем учиться еще 3 года. Итого мы закончим 9 класса. После 9 класса мы можем пойти учиться в гимназию. Если конечно наберем баллы. А если не захотим, то уже можем пойти учиться на профессию. В гимназии учиться еще 3 года. И потом можно поступать в университет. Вот в нюде. А потом можно поступать в университет. В школе мы изучаем английский и немецкий языки. Но потом еще можно выбрать еще один язык. Французский или итальянский. Фюш, ты какой хочешь выбрать? Кайна, ну. Я пока еще не знаю. А я хочу французский. Итальянский похож немножечко на испанский. Но испанский ездит. Поэтому я выберу, скорее всего, французский. У нас короткие летние каникулы. Они у нас начинаются в первых числах июля. А заканчиваются в конце августа. Это получается, ну, отдыхаем полтора месяца. Просто мы много отдыхаем во время учебного года. У нас шестибальная система оценок. Но иногда отметки бывают дробные. Например, можем получить 5,8. Или 5,4. От 5 до 6 оценка считается хорошей. После шестого класса мы переходим в другую школу. Там начинают разделять классы. Сильные с сильными, слабые с слабыми. Например, отличники не учатся с творчиками. Например, отличники не будут учиться с творчиками. Отличники учатся с отличками. Например, отличники не будут учиться с творчиками. Вот, сказал. Я получил копейку. Есть кантональная школа. Есть A. Есть B. И есть C. Кантональная... Кантональ... После кантональной школы Можно поступить в университет А если не кантональная То тогда там уже делятся Классы на А, Б, С А это, ну, возле кантональная Такая, ну, А это сильные Ну, кантональная Это самая сильная Б это слабее А С это самые-самые-самые Слабые ученики Еще один классный факт У нас нет школьной формы А мы ходим вот так вот И с рваными штанами И самый ужасный факт Это нам нельзя Носить телефоны в школу Совсем нельзя Во всех-во всех школах Запрещено брать Телефоны Телефончик, рубляшок И пффф В пятом классе мы Сдаем экзамены По вождению велосипеда по городу Это обязательно Почему я всегда так делаю? Мы очень часто ходим с нашим классом В разные походы В лес, еще куда-нибудь В театр, в зоопарк Всего за учебный год Мы отдыхаем 12 недель Мы не носим книги домой Они у нас остаются только в школе Но в прошлом году мы должны были Книги брать домой Потому что у нас были домашние задания А в этом году уже нет Поэтому у нас портфели почти пустые Там только пенал и ланчбокс И бутылочка У нас нет дневников Когда мы выполняем какие-то задания Нам ставят оценки именно на этих листочках И мы нещем их потом домой Показываем родителям Вот и все И самый-самый-самый последний факт Швейцарскую школу невозможно прогулять Это просто невозможно Если ребенок задерживается на 15 минут Его родителям сразу звонит учитель И говорит Почему ваш ребенок нет в школе? А если не придет ребенок в школу И родители не ответят на телефон Может приехать даже полиция Ну что, ребятки Вот и все факты о нашей школе Пишите в комментариях Что вам нравится в вашей школе Или может быть вы что-то хотели изменить Мне все нравится в нашей школе Мне тоже Ну а на сегодня все Если вам понравилось это видео То ставьте лайки И подписывайтесь на наш канал Если вы еще не подписаны Всем пока Такая нитка У меня нога застыла Нет, нет, нет Она будет чипать Мама, она чипает Скажи, чтобы она чипала Не-не-не-не-не-не Не-не-не-не-не Не-не-не-не-не Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok